ОМТВЮА про Головне. А какой смысл этой военной операции Украины? Унижение России, личное унижение Путина. И вытискание войны на территорию агрессора. Украина начала специальную военную операцию, сокращенную СВО, против нацистов, которые не дают украинцам в Курской области разговаривать на своем языке, изучать украинский язык в школах. Деноцификация и демилитаризация Курской области. Разберем, почему критика Курской операции вооруженных сил Украины безосновательна. Основная претензия критикующих – зачем посылать войска в Курскую область, когда на востоке и юго-востоке россияне наступают и берут село за селом. Там не хватает солдат. Из-за этого вооруженные силы Украины отступают. Операция в Курской области ничего не даст. Это пустая трата ресурсов, людей и техники. Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Вторая претензия критикующих – Сырский не давал резервы для обороны Часово-Яра, Напокровское, Торецкое, Купенское и другие направления. А теперь устроил собственную пиар-компанию, двинув все резервы вообще в другое место. Это риск. Если россияне разобьют украинские войска, то резервам не останется, и тогда война будет проиграна. Некоторые офицеры негативно отзываются о Сырском, как о человеке, который не слишком тщательно относится к сохранению жизни солдат, а еще сетуют на то, что он любит нарушать вертикаль власти и вмешивается в управление подразделениями вплоть до уровня роты. Пойдем по порядку. На востоке и юго-востоке россияне действительно наступают, но медленно и с очень большими потерями. Более 35 тысяч убитыми и ранеными в среднем в месяц с июня. Села они берут, но далеко не каждый день и глубина и скорость российского продвижения невелики. Менее трех километров в неделю на всех направлениях, кроме Покровского, Торецкого и Часово Яра. Действительно ситуация сложная. У россиян есть численное преимущество, а также преимущество в технике и артиллерии. Вооруженные силы Украины медленно отходят почти везде. Бои на востоке и юго-востоке действительно ведутся ограниченными силами и резервы командование не выделяет или почти не выделяет. Делается это потому, что те силы, которые удерживают линию фронта, справляются с поставленной задачей. А она, напомним, звучит так. Наносить максимальное поражение противнику и отходить, когда ситуация становится критической или близкой к критической. Если в мае потери были порядка 800 личного состава за сутки, то теперь потери личного состава армии оккупантов это порядка 1200-1300. Причем эти данные, которые были даны на загал в вашем телеканале, они подтверждены и разведсообществом Великой Британии. Речь идет о беспрецедентном увеличении количества именно безвозвратных потерь российской оккупационной армии. Основная задача вооруженных сил Украины на 2024 год до Курской операции заключалась в том, чтобы уничтожать максимальное число российских солдат и техники, неся допустимые потери. Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что на самом переднем нужно спасать людей. Удержание разрушенных сел и лесополос в задачу не входило, потому что территория, как таковая, не имеет решающего значения. Важны узлы обороны и снабжения, а не любое поле или перелесок. С этими задачами успешно, но с огромным трудом и кровью справлялись те, кто оказался на передовой. Это и старые опытные бригады и соединения, и те, кто начал воевать летом 2023 года. Тоже Покровское направление, о котором мы с вами говорим, как вы справедливо заметили с мая месяца, продвижение до трассы Покровск-Константиновка за все эти месяцы заставило максимум 3 километра. То есть не более километра в месяц. С одной стороны, мы можем говорить, что да, потеря 3 километров украинской территории – это значительное все-таки продвижение российских оккупантов. Но учитывая коэффициент от него поражения, который в пользу оккупанта, учитывая тотальное превосходство российских оккупантов в воздухе и, соответственно, возможности логистики, говорить о том, что 3 километра – это серьезные успехи за 3 месяца. Ну, это откровенно, скажем так, играть на руку оккупантов. Украинские военные, дерущиеся в Часовом Яру, Подкупинском, Авдеевкой, а теперь Торецком и Покровском, неоднократно говорили примерно одно и то же. Необстрелянные или просто новые подразделения на старых участках фронта не нужны, потому что новенькие, пусть даже ими окажутся опытные бойцы, уже знают конкретную местность и особенности передовой на конкретном участке. Из-за этого сразу же вырастут потери. Причем не столько убитыми, сколько ранеными. А это дополнительная нагрузка на логистику и снова потери. Силы обороны Украины сделали практически невозможное. В момент задержки военно-технической помощи со стороны стран Запада, используя исключительно фактически внутренние резервы, удалось удержать российское наступление. Дальнейшего продвижения, которое бы свидетельствовало о том, что тактические успехи переросли соответственно в оперативные и стратегические, нет. На данный момент силы обороны Украины контролируют порядка 40% территории Донецкой области. А это основной успех сил обороны Украины. И соответственно данный успех дает возможность политическому руководству страны нивелировать все ультиматумы российской стороны на международной арене. Более того, фактически продвигать украинское видение окончания войны. А это весьма серьезная победа украинской стороны. Помощь резервов нужна для подготовки новых линий обороны в ближнем тылу. Эта задача выполнялась, хотя часто не резервами, а теми, кого выводили на отдых с передовой. Благодаря чему россияне и не могут двигаться быстро. Мы так не договаривались. Брось сырский на самое горячее Покровское направление. Те же силы, что в Курскую область. Россияне бы не остановились. А соотношение потери от нынешних 1 к 2,5 в пользу ВСУ изменилось бы на 1 к 1 или 2 к 1 в пользу РФ. Два провала украинской обороны под Очеретино и под Торецком случились ровно из-за того, что туда отправили бригады из оперативного резерва. Осталось брони, которая не возьмет их. Каких-то больших прорывов в ближайшее время, кавалерийских наскоков ждать, мне кажется, не надо. Насыщение передовой людьми и бронетехникой не дает на этом этапе войны никакого преимущества вооруженным силам Украины. Слишком высоко преимущество в небе рашистов, которые забрасывают скопление техники и живой силы управляемыми авиабомбами. Или обстреливают Искандерами. Или обстреливают баллистическими ракетами. Это российский способ воевать, который обусловлен низким уровнем подготовки личного состава, слабой связью и плохим командованием. Ты что бил? Ничего, правду побили. Правду побили. Россия сейчас ничего с этим не может поделать. Не надо повторять за российской армией. Летом 2023 года уже сделали так на юге, побоявшись реализовать изначальный план из-за вероятных высоких потерь. В итоге утратили столько же, не решили никаких задач и потеряли инициативу. Реальная война – это не «Hards of Iron». В ней не работают методы из компьютерной игры. А насколько готовы российские войска защищать территорию Российской Федерации? Ведь, в принципе, буферная зона, она же может продолжиться до Москвы, как вариант. Если никто не будет защищать эти все территории. Мы видим, как сейчас развивается ситуация в Курской области. Ну, тут даже нет никакого сарказма. Просто обратим внимание, кто защищал границу с Украиной, которую с 2014 года путинская пропаганда демонизировала. Называя чуть ли не главной угрозой для России. Ну, вторая угроза была, конечно же, НАТО. Мы все это прекрасно знаем. Европа, США и так далее. Но Украина была всегда на первом месте. И при этом на границе с Украиной находились кто? Не какие-то там элитные подразделения, спецназы и так далее и тому подобное. Были срочники. Банально, элементарно срочники, которые хотят жить. Как бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кэмп заявил, что видеть британские и американские танки, сражающиеся с русскими в Курской области, конечно, приятно. Это, по его словам, символический момент, о котором еще пару лет назад в НАТО и представить себе не могли. Но этого, говорит Кэмп, мало. Зеленскому нужно дать разрешение использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь нашей страны. На этих кадрах из Курского Львова гигантская воронка. Предположительно, от американской ракеты. Воронка лучше всяких слов. Говорит о серьезности происходящего сейчас на нашей земле.